Увидеть быт, традиции и культуру африканского народа стало возможно благодаря выставке, которую открыли в Хемкинской 31-й школе. Картины привезли из Сенегала. При написании полотен художники применяли природные материалы – ткани, песок, камни, травы и дерево. Экспозицию дополнили национальные наряды и статуэтки из Африки. Около 15 экспонатов, которые написаны, репродукции у нас картин. Кассе Каллио – это один из самых знаменитых художников Сенегала и всего африканского континента. И картины Мансура Кибе, а также картины народного творчества, которые были произведены на острове Горе. Представитель африканской делегации Сампил Салио поблагодарил коллег из Химок за радушный прием и содействие в налаживании деловых связей. Месяцом ранее Сенегал посетили представителей депутатского корпуса и образования Химок. Я могу сказать, что у меня душа на улице здесь. Мы очень благодарны, что мы радуемся, что тоже на самом деле организовали так, чтобы люди тоже могли приехать в Сенегал. Культурный обмен между Химками и Сенегалом стал возможен благодаря экономическому и гуманитарному форуму «Бизнес-культура. Россия-Африка», который прошел в округе летом. Его результатом стало подписание ряда соглашений в сфере бизнеса, образования и культуры. Ведь без познания, без культуры той страны, где ты хочешь завести бизнес, не получится ничего. Сначала надо познать культуру, понять образование, понять менталитет, а потом уже вести бизнес. И вот эта коллаборация, она идет вперед. И я уверен, что многие нас сейчас поддерживают. Поддерживает и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, а также глава городского округа Дмитрий Владимирович Волошин. Выставку провели в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Всего в течение 2023 года в рамках программы «Культура городского округа Химки» состоялось более 2800 мероприятий, связанных с искусством и творчеством. Александр Сергеев, Новости Химки ТВ.